Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. Я нахожусь во Владикавказе, в Комсомольском парке. И территория этого парка когда-то вся принадлежала кладбищу. Или, скажем так, на этом месте находилось кладбище, располагалось. Оно стало старым, и затем его убрали и сделали парк, в котором теперь гуляют люди, бегают, оздоравливаются, слышают пение птиц, и в то же время люди продолжают приходить сюда и приносить не только свое настроение, но и материальные вещи. Они мусорят, оставляют за собой вот такую грязь. И это слово, мусор, означает осквернение природы. Большинство людей об этом даже не подозревают. Их не учат ни в школе, ни дома родители, потому что и родители об этом не знают. И через осквернение природы они приносят страдания природе. Бог видит это все, Он живой, Он видит, слышит, знает все. Но Он не просто наблюдает, а Он выносит определенные решения в жизни этих людей. И эти люди затем удивляются, почему у них не ладится учеба, почему в семье болеют, почему работа не приносит дохода, денег. А когда приносит, этот доход уходит в неизвестном направлении, то есть не принося добра и того, для чего человек работает. Оскверняя природу, человек ухудшает свою жизнь, и даже не столько свою, а всей своей семьи. И я не побоюсь этого слова, даже всего народа, всей страны. И поэтому осквернение бывает как одним человеком, так и целой фирмой, которая занимается, скажем так, недоброкачественным захоронением мусора, отходами. И прочими делами, о которых мы только можем догадываться и рассуждать. Духовный взгляд на мусор. Тема этого небольшого видео. А я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.